Губернатор Краев Вячеслав Шпорт утвердил план мероприятий по исполнению постановления правительства нашей страны об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов образования. В результате каждый такой объект с 2019 по 2021 годы будет оборудован средствами защиты в соответствии с присвоенной категорией опасности. От третьей это общие требования до первой это повышенные требования безопасности. В частности модернизации подвергнутся системы видеонаблюдения и охранного телевидения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией людей, а также аварийное освещение, охранная сигнализация и ограждение территорий образовательных организаций. Подобное комплексное оснащение позволит исключить попадание на территорию объекта образования посторонних лиц и транспортных средств, а также создать безопасные условия для обучения. Всего на донаснащение краевых и муниципальных объектов образования за три года планируется направить почти 1 миллиард 300 миллионов рублей. За подробностями обратимся к нашему гостю в студии Виталий Бруцкий, начальник управления ресурсного обеспечения и имущественного комплекса Министерства образования и науки Хабаровского края. Виталий Анатольевич, еще раз здравствуйте. Что вообще входит в понятие объекты образования? Это ведь не только общеобразовательные школы, так ведь? Ну почему? Объекты образования это все виды, которые мы знаем, это и школы, это и садики, это и учреждения дополнительного образования, все те, кто занимаются нашими детьми. Но вот в части категорирования объектов образования здесь речь идет скорее о зданиях, которые нужно откатегорировать. И здесь их количество несколько больше, чем нежели количество самих образовательных учреждений. То есть если у нас на сегодняшний день 870 образовательных учреждений, категорированию подлежат всего 865. 5 находятся в исправительных учреждениях, мы их не трогаем. А в количестве зданий это будет 977 учреждений, которые нужно будет откатегорировать. То есть их, как вы видите, несколько больше. То есть у юрлица может находиться несколько зданий, расположенных либо вместе, либо на разных участках земельных, на территории, допустим, населенного пункта. И вообще как таковой объект категорирования, это объект расположенный либо на одном земельном участке, в его границах, да, либо, допустим, там некий такой имущественный комплекс, состоящий не только из, допустим, тех же объектов образования, может быть, там еще находятся какие-то площадки, либо зоны сквера и так далее. Но теперь в ближайшее время они должны все изменить согласно данным требованиям, которые сегодня утвердил Вячеслав Иванович. Да, суть с этого плана как раз-таки сделать поэтапность, определить поэтапность действий, в том числе для правительства края, для тех структур, которые завязаны на его реализации, скажем так. На сегодняшний день мы, подписав этот план, для себя определили первоочередные мероприятия, которые нужно будет сделать, вторая очередь и третья очередь, почему идет на три года весь этот план реализации. Средства, как вы уже сказали, достаточно большие, но и задачи, скажем так, стоят тоже достаточно большие. Чтобы понять, что в приоритете, что нет, мы для себя определили, поскольку большую часть времени дети проводят в самом здании, то начинать нужно с него. Поэтому первые мероприятия, которые стоят в плане, это мероприятия, связанные с оснащением либо дооснащением самого образовательного учреждения системами и элементами безопасности. Ну вот объектам присваивается категория опасности. Если говорить о первой категории, что входит в это понятие, и какие, может быть, учреждения относятся к этим объектам, сколько получили категорию такую? Само категорирование объектов было проведено, согласно постановлению, в начале этого года. То есть оно уже завершено. Каждое учреждение посетили сотрудники силовых ведомств, которые входили в состав комиссии. Это и сотрудники ФСБ, сотрудники МЧС, Росгвардия и так далее. Те, кто непосредственно связан с вопросами безопасности. И котировали и определяли категорию именно при их, скажем так, непосредственном участии. По категориям у нас получилась такая картина. То есть на сегодняшний день объектов с первой категории, то есть самой высокой, у нас всего 4 по краю. Три из них находятся в городе Хабаровске. Это новые объекты, которые всем известны. Это лицей Звездный, это КЦО, это гимназия номер 3 города Хабаровска. Из районов у нас только 4 школа города Николаевска попала, потому как она подверглась очень большому капитальному ремонту в этом году. То есть он был завершен. И в связи с чем появилась вот эта первая категория. Категорийность вообще ставится, ну по трем факторам определяется. Одна из них, самая такая основная, это балансовая стоимость здания. То есть это одна категория. Вторая, это один из признаков, влияющих на категорирование. Второй, это количество террористических актов на территории субъекта, которые либо были совершены, либо предполагались к совершению, но были предотвращены. За исключением ложных звонков, сразу хочу сказать, это не считается. И второй момент, это те зоны уязвимости, которые находятся в каждом учреждении, на каждом объекте. И возможные последствия с точки зрения человеческих потерь, скажем так. Вот три определяющие фактора, которые влияли на категорию. А вот там все ли школы оснащены базовыми вещами, это там видеонаблюдение, охранники, пожарная сигнализация, все ли школы, во всех ли школах это есть? Вот смотрите, в Хабаровском крае, наверное, мы один из тех субъектов, который безопасности уделял внимание всегда. Еще в 2008 году, когда встал вопрос о том, что в большинстве учреждений отсутствует пожарная сигнализация, было принято решение, выделены краевые деньги, и все полностью учреждения были оснащены автоматической пожарной сигнализацией. Аналогичная ситуация, связанная с другими, скажем так, нехорошими обстоятельствами, была. Несколько лет назад, когда мы вынуждены были, опять-таки, губернатор распорядился и выделили средства для того, чтобы поставить видеокамеры в детских садах. То есть таких вложений было достаточно много, и у нас степень защищенности на подходе к реализации этого плана достаточно высокая. 90% всех образовательных учреждений имеют видеонаблюдение, 97% ограждены заборами, системами контроля доступа, порядка 30% и так далее. То есть здесь цифры достаточно высокие. Но и того, что нужно сделать, тоже очень много. Например, вторая категория учреждений, а их у нас 175, должны перейти от охраны вахтерами на охраны частными охранными предприятиями. Соответственно, это изменения и в бюджете, это подходы, это, соответственно, штатные движения единицы и так далее. То есть вот эта категория учреждений должна с нового года встать под охрану частных охранных предприятий. То есть получается, именно эти учреждения будут переоборудованы в первую очередь с 1 января 2019 года. Переоборудованы технически. Технически задача стоит такая. Для начала мы должны видеонаблюдение все привести в соответствие, потому как, вы сказали, есть охранное телевидение, вы уже озвучили, есть обычное видеонаблюдение. Разница здесь достаточно существенная. Видеонаблюдение – это камеры, позволяющие отслеживать все слепые зоны, чтобы ни одной не осталось, и хранить данные в течение одного месяца. А вот в части охранного телевидения – это уже не просто видеонаблюдение, но с элементами интеллекта. То есть в этом случае при совершении видеонаблюдения камеры фиксируют движения, которые на взгляд интеллекта, так скажем, могут свидетельствовать о том, что достается оружие. Либо пытаются совершить какие-то тактики. Да, то есть вот эти все вещи, забытые вещи, действия какие-то и так далее. Вот. После этого мы планируем систему контроля учета доступа везде поставить, для того, чтобы не входили лишние люди на территорию именно здания. Еще один этап – это освещение аварийное, для того, чтобы возможность была на путях эвакуации, в случае электричества, эвакуировать людей, детей и так далее. Александр Анатольевич, ну что ж, большое спасибо, что пришли к нам в гости, ответили на все очень важные, да, действительно, вопросы. Напомню, что у нас в гостях был Виталий Бруцкий, начальник управления ресурсного обеспечения и имущественного комплекса Министерства образования и науки Хабаровского края.